Почему ваша религия такая? Почему она одержима убийствами и умершвлением всех людей, которые не верят в то, что они верят? Какой религией был Гитлер? Разве он был мусульманином? Гитлер был... Разве он не верил в Христа? Да, возможно, он... Потому что Ислам учит нас, что несправедливое убийство одного человека равносильно убийству всего человечества. Но почему? Почему ваша религия такая? Красивая? Нет, противоположность красивому. Почему? Почему она одержима убийствами и умершвлением всех людей, которые не верят в то, что они верят? Итак, позвольте мне спросить вас кое-что. Когда вы так говорите, я не буду воспринимать это как оскорбление. Я просто отпущу это, хорошо? Кто начал мировые войны? Люди. Какой религия? Какой религией был Гитлер? Разве он был мусульманином? Кто? Гитлер. Гитлер был... Разве он не верил в Христа? Да, возможно, он... Но есть люди, которые верят во Христа, но они не являются верующими во Христа. Хорошо. Они не христиане. Таким образом, обе мировые войны зародились в Европе между христианскими народами. Были ли они хорошими христианами или нет, мы сейчас не судим, верно? Если вы посмотрите на Испанскую Инквизицию, когда они убивали и геноцидили всех, кто не придерживался их формы христианства, разве это были мусульмане? О, это были... Ну, христиане делали много плохих вещей. Христиане делали плохие вещи? Итак, когда мусульмане совершают плохие поступки, почему вы обвиняете Ислам? А когда христиане делают плохие вещи, вы не обвиняете христианство? Я не виню христианство, потому что они не следовали христианству. Отлично. Смотрите, как мусульмане, когда мы правили Испанией, когда мы правили Палестиной под руководством Салахуддина. Разве мы делали эти вещи? Мы не делали. В мусульманской Испании христианам было разрешено жить и практиковать свою религию. И евреям было разрешено жить и практиковать свою религию. Потому что Ислам учит нас, что несправедливое убийство одного человека равносильно убийству всего человечества. Действительно? Да. Тогда почему в мусульманском мире происходит так много убийств? Скажите вы. Может, потому что мусульмане не делают того, что написано в Коране? Или потому что это геополитика? Например, Ирак. Почему США вторглись в Ирак? Была ли это религиозная вещь? Вы понимаете, что я говорю? Когда США вторглись в Ирак? Да, вторглись в Ирак. Ну, это не было во имя христианства. Разве Ирак вторгался в США? Нет, Ирак сделал что? Они вторглись к своим соседям. Да, был конфликт между Кувейтами и ими. А затем Ирак оставил это. Вы говорите о временах первого Буша. Но после 11 сентября, когда США вторглись в Ирак, Ирак никуда не вторгался. Вы знаете, погибло 3 миллиона невинных Иракцев. 3 миллиона. Я знаю, что это произошло. Это не были мусульмане, верно? Да. Итак, когда вы говорите «мусульманский мир», это очень российское предубеждение. Потому что вы берёте геополитику и перекладываете её на мусульман. А когда верно обратное, и христиане делают что-то плохое. Вы говорите, что они просто плохие христиане. Верно? Но религия и ислам не несёт ответственности за плохие поступки мусульман. Хорошо? Когда происходят войны, они не делаются во имя христианства. Действительно? Так крестовые походы проводились не во имя христианства? Это было тогда. Ну, конечно, это было тогда. Это было неправильно. Семь крестовых походов были просто ничем. Нет, я говорю, что до сегодняшнего дня, когда, например, в Южном Судане есть христианские ополченцы, которые нападают друг на друга, устраивая резни с помощью креста. Это, конечно, другое. Они ошибаются. Точно, они ошибаются. Таким образом, любой мусульманин, который несправедливо убивает кого-либо, также не прав. Тогда почему вы обвиняете религию мусульман, но не обвиняете религию христиан? Вам не кажется, что это предубеждение? Ну, потому что есть имамы, которые учат этому. Разве нет священников и пасторов, которые делают то же самое? Да, но... Мы не утверждаем, что они настоящие христиане. Тогда мы не считаем тех имамов, которые пролили невинную кровь настоящими мусульманами. Они хариджиты. Вы знаете хариджитов? Тогда вам нужно выйти и прояснить это. Мы делаем. Мы делаем. Когда вы в последний раз видели меня на канале Vox, идите домой и скажите о Риле, чтобы он позвонил мне. И я всё ясно объясню. Но когда вы в последний раз осудили то, что делает Куклукс Клан? Я бы осудил их в любое время. Нет, я говорю, когда вы делали это в последний раз. Я никогда не делал этого. Так почему бы нет? Вы видите двойные стандарты. Но их не существует. Вы видите двойные стандарты. Куклукс Клан не существует? Ну, не то, чтобы я в курсе. Да ладно. Вы не думаете, что Куклукс Клан существует? Они убивают людей каждый год. Но я уверен, что... Горячие кресты и капюшоны. Этого не происходит сейчас. Неужели? Это удивительно. Они существовали лет сто назад. Позвольте мне просветить вас сегодня, хорошо? Но это случается очень и очень редко. Я понял вас. Я понял вас. Смотрите. Это сейчас. Ладно. Это клановые собрания в наше время. Это происходит прямо сейчас. Вы видите эти капюшоны? Да. Вы видите этих людей? Они в городе Шарлотт. Люди ходят в шляпах из клана. Это сегодня. И ваши слова, что этого больше не происходит, показывают блаженное невежество с вашей стороны. Нет-нет, это... Но это нормально. Понял вас. Это люди? Вы видите эти фотографии? Это не двадцатые, не сороковые, не пятидесятые. Это сегодня. И вы не осудили их в последнее время? Забавно то, что вы ожидаете моего осуждения мусульман, тогда как сами этого не делаете. Вы снимаете эту ответственность с себя. Конечно, я осуждаю этих людей. Отлично. Когда вы это делали в последний раз? Ну, я не нахожусь среди них. Точно. Я тоже не нахожусь среди мусульман, которые убивают невинных людей. Но забавно то, что у вас есть эти двойные стандарты. Но это нормально. Давайте сделаем так. Я осуждаю любого мусульманина, несправедливо продлевающего невинную кровь. А вы осуждаете любого христианина, продлевающего невинную кровь. Я соглашусь с этим. Мы согласны с этим. Теперь вернемся к системе убеждений. Вы верите, что Иисус был Богом? Или вы верите, что Он не был Богом? Он – Бог. Часть Бога. Хорошо. Если Он – Бог, то Он должен знать все. Это верно? Я уверен, что Он знает все. В Библии перед вами я показал вам. Мы лишь считаем Библию. Марк 13, 32. Но о том дне и часе никто не знает. Даже ангелы на небесах – не Сын, только Отец. Иисус не знает. Что Он не знает? О часе, когда наступит час Его возвращения. Часть Его возвращения? Да. Значит, ты не веришь, что Он вернется? Нет, я верю, что Он вернется. Но Иисус не знал, когда это произойдет. И это будет означать, что Он не Бог. Если Он вернется, значит ли это, что Он все еще жив? Да, Он жив. Я верю в это, как мусульманин. Но опять же, вы как бы отклоняетесь от темы. Нет, нет, я… Как ваши дела? Я в порядке. Я хочу вернуться. Нет, если Он вернется, Он должен быть жив. Я верю, что Он жив. Значит, Он часть Бога. Нет, я не верю, что Он часть Бога. Я верю, что Он вернется по воле Божией. Бог, пославший Его в первый раз, вернет Его обратно. Хорошо? Но как Бог может что-то не знать? Мы никогда не сможем Его убедить, никогда. Я не пытаюсь Его переубедить. Моя работа – передать послание о наставлении на прямой путь от Аллаха.